Ээээ, нормально вообще! Как это называется? Кстати, блин, они чуть-чуть прокованные. Какой аромат! Привет, мои хорошие, с вами Селена Слэй, и сегодня у нас будет видео в фикс прайс! Ура! 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 Итак, первое, что я вам хочу показать, у меня есть, конечно, новинки, но есть вещи, которые я уже брала, в принципе, где-то в начале мая, еще в конце апреля, и вот это они. Это вот такая звездочка, которая мне очень понравилась, и в фикс прайсе есть не только звездочки, но и были фламинго, кактусы, вот еще, по-моему, остались, их достаточно быстро разбирают. Это такая вещь, которая вот так горит, вот, синим, ну, вам, может, не видно, а вот видно, горит. И она у меня как раз на фоне стоит, когда я веду свои прямые эфиры. У меня все там в голубом стиле, поэтому я и рамку еще одну себе заказала, как помните, я показывала уже, да, и тоже очень красиво светится ярко. Ой, не покажешь тут, ну, вроде видно, да, ярко. Она у меня стоит, я даже фотографию там не меняю, вот она так стоит, и все, красуется. Еще в фикс прайсе я увидела декоративные красивые вот такие штучки, это кошечка и сердечки, они должны быть вот такие красные и голубого цвета. Я их еще даже не открывала. Это уже свеженькое, то, что я приобретала. Стоит по 200 рублей. Вот такая деревянная дощечечка. Здесь нам нужно всего лишь, сколько батареек? Две. Со всеми этими гаджетами из фикс прайса батареек уже дефицит. Ой, тут маленькие нужны. Офигеть. За маленькими-то надо идти. Скорее, скорее, открываем. Мне прям не терпится посмотреть, как светятся эти сердечки. Кстати, блин, они чуть-чуть прокоманные. Видите? Я только заметила. Так неприятно. Главное, чтобы светилось ярко. Если что, задом поставь. Ну что? Ух ты! Вот это да! Классно светится. Но светятся только вот эти вот большие сердечки. Как видите, маленькие не светятся. Они просто для декора. Вот такие вот светодиоды. Слушайте, ну красиво, ярко светится. Даже видно это при дневном освещении. Это круто. Так, и также есть выключить-включить. Это очень удобно. Давайте кошечку теперь посмотрим. Так, кошечка включаем. Тоже очень красиво смотрится вообще. Мне кажется, очень классно. Дерево натуральное, пахнет деревом. В общем, я довольна. Будут стоять у меня теперь такие вот вещи на фоне, если что. Также моя мама не так давно покупала моему малышу вот такие классные хлопковые трусики. Я вот таких вообще мало где могу найти. 26 размер у нас. Но я взяла уже последний. 55 рублей стоят. Там, ну, последний маленький. Там были побольше. Но их тоже как-то расхватывают. Очень быстро все. Они свободненькие, легенькие. Прям то, что надо для малыша. Так, ну, само собой, туалетная бумага. Я всегда беру вот такую. Это моя любимая туалетная бумага. Здесь 4 слоя. И просто белая или она, бывает, цветная какая-то. Ну, вот я беру вот эту фирму. Беру всегда вот такие вот губки. Именно, видите, двойные. Не которые с одним, потому что они все-таки мало губки, толщины. А здесь как раз-таки вот такая ребристая. Видите, она как двойная. Вот такая мне больше нравится. Я теперь ее беру все время. Также беру все время вот такие прошитые диски ватные. Люблю прошитые. Они не кошлатятся, не рассыпаются по бокам. А, взяла малому еще вот такие вот шапочки. Ну, прям легкие, знаете, когда вот прям жарко. А на самом деле ветер. Вот у нас такое было. И я взяла одну серенькую, одну синенькую. Серенькую я уже и под костюм ему одевала. Но что-то мне не особо они нравятся. Именно как они облегают слишком сильно. Они легенькие, классные, хлопковые, но они очень облегают голову. Мне как-то хочется, чтобы он был покрасивше, что ли, помоднее. Ну, короче, так вот. Зато не жалко. Бросила там в пакет такую, да. Раз-раз ветер. Накинула ему шапочку. И прикольно. 55 рублей тоже стоит. Зато все цвета. Под серый-серый. Под синий-синий. Под зеленый-зеленый. У нас шапок этих 10 штук. Видела вот такие интересные носочки. Не помню, сколько они стоят. Недорого, они просто черные. С черными у меня носками всегда напряженка. Я не знаю, почему. Они очень быстро портятся. И во всяком случае на них еще и видно, что они портятся. Белые катышки появляются. Какие-то сейчас не очень качественные носки делают. Эти не знаю. Но мне понравилась здесь резиночка такая, видите, она серебристая. Вот. Как это люрекс называется? Или нет? Я не разбираюсь в этих моментах. В общем, взяла свой размер 36-39. На ощупь они прикольные. Были еще там белые с бежевым, с золотистым. Белые носки золотистые здесь. И еще какие-то были. Розовые с серебристым тоже. Так, брат взял у меня эти конфетки. Они ему так нравятся, но он забыл их, по-моему, забрать. Вафли очень люблю. Свежие. Прямо вот так нажимаю их. Прямо они крошатся там под ногтями. Со вкусом шоколада. Ну, это не шоколадные, это со вкусом шоколада. Мы уже где-то это читали с вами. Я уже брала пропула. Мне они нравятся со вкусом шоколада. Так, еще я увидела из новиночек. Смотрите, вот такая какая-то умывалка. 99 рублей. Ой, умывалка. Нет, это... Как это называется? Мочалка. 99 рублей. Давайте откроем, посмотрим. Мы с братом ходили в фикс прайс. Ну, он так просто со мной зашел. Говорит, мне кажется, это беспонтовая фигня. Я думаю, ну, может быть, беспонтовая. Но надо показать, затестить. Вот просто так не открою. Ой. За дырочку потянула. Так, она напоминает чем-то... Помните, спонж такой был для лица? О, кстати, лицо тоже хорошо. Мягенький прям такой, видите? Классненький. Я думаю, можно им мылиться. Будет такой микромассажик. И знаете, что классно? Вот я сейчас замечаю, что она не сползает с руки. Оно так плотненько, раз. Классно. Мне нравится. Это повесить можно на что-нибудь. По-моему, классно. Я обязательно запробую это все делать. Еще что-то из новинок увидела. Это для малыша. Здесь какое-то построение. Я взяла ее золотистую. Думаю, она будет на солнце еще красиво светиться. Чуть-чуть надо построить, и потом ветер будет дуть, и оно будет крутиться. Сейчас проверим. Здесь вот такая вот вещица, как я понимаю, она одинаковая со всех сторон. Мы просто вот кладем ее, и вот это вот где дырочки, вот сюда в серединку вот так вот складываем все. Вот, потом залепляю вот этой вот штукой такой. В общем, тут все очень понятно по инструкции. Если мне понятно, то вам вообще будет понятно. Ну, наконец-таки я сделала его. Вот он. В общем, вот такой красивый цветочек на такой длинной ножке. И вот ветер дует. И он крутится. В общем, вот такая красота. Э! Один цветочек. Он упал. Тут еще посредине должен быть вот такой. Он выпал. В общем, что-то такое. И крутится от ветра. Думаю, малому понравится. Так, еще я поняла, что для моего малого вообще просто мыльные пузыри это что-то. Его, вот мы идем с ним с мячиком играть. И вот если мячик у него там забираешь или говоришь, что уже пойдем домой. Нет, все, это истерика. И может. И вообще, если идем домой, вообще это истерика. Короче, любую истерику могут спасти мыльные пузыри. Просто мы стоим как-то с ним играем. То есть все, уже домой надо. Я такая, идем, зайка, надо домой. А у нас есть площадка, где играют в футбол большие пацаны. И если они оттуда уходят, мы на этой площадке играем. И он прям по траве бегает. Ему прям нравится там. Но если пацаны большие приходят, то мы уже не можем там играть, потому что они сильно кидают мяч. И тогда я ему говорю, Денечка, пойдем домой. Вот мы выходим. Он, значит, недовольный. Что такое? Почему? И вот он недовольный, плачет. И тут меняется у него в разное состояние. Думаю, что произошло? Что он там увидел? Мыльные пузыри. В общем, я говорю, ладно. Надо нам много мыльных пузырей. Я взяла вот какая-то новинка. Сейчас посмотрю, как они пускаются. Но вообще нам нужно много мыльных пузырей. Наверное, на каждый день. Каждый день новые. Потому что они как-то быстро заканчиваются. Так. Что такое? Они открываются. Сил нет. Ничего себе. Для деток закрыли. Ох, е-е-е. Ну-ка. Э-е-е. Нормально вообще. И что, я полезу в мыло? Она, кстати, здесь даже не должна была быть приклеена. Вообще. Ну, это вот какое-то палочка мыльная. Мы ее достаем. Она мыльная. Вся. Да. Короче, сама конструкция и то, что это большая бутылка, мне не нравится. Но я взяла чисто из-за мыльной воды. Думаю, ладно, пусть будет. Заодно посмотрю. Но вот это вот не дело, конечно, что она там полностью опущенная вниз. Мыльные пузыри получаются такие, однослойные друг на друга. Большие. В общем, буду просто переливать. У нас еще есть мыльные пузыри. Буду переливать, когда закончится там вода и с маленькими ходить. Еще я увидела за 77 вот такие необычные свечки. Слушайте. И мне они... Я такая думаю, что это за свечки плоские такие, видите? Они разных цветов были. Здесь белая, здесь синяя или розовая. Красивый градиент такой. Потом смотрю, они какие-то легкая базовая сборка. На какой-то подставке. Свечка с подставкой. И мне прям стало интересно, что за подставка. Потому что ее вот так свида не видно. Вот открываю. Вот... А, вижу, железненькая. Вот свечка. Аромат, конечно, трындец. Такая синяя. Так, и что у нас здесь? Просто вот эти штучки нужно нам отодвинуть. Вот так. И поставить нашу свечечку сюда. Свечка прям крошится, блин. В ходу. Вот. Ну, вот так она будет стоять. Плоская такая. И горит. Что-то необычное, да? Мне понравилось. Что-то нестандартное. Плоская свечка. Еще. Черный байховый. Лесные ягоды. Радость каждый день. Чай увидела. Я вообще не особо люблю чей заваривать. Но если он фруктовый, еще и черный. То я этот должна попробовать. А, у меня же света нет. Блин. У нас же отключили свет. Уже два часа света нет. А как я попробую чай? О, какой аромат. Ммм. Смотрите. В общем. Там ягоды всякие, зелена, все дела. Слушайте, пахнет супер. Прям так и хочется его заварить. Блин, тогда я попозже его заварю. И вам скажу уже, как там что будет. Реально света нет. И когда он будет, я не знаю. Теперь мы с вами заварим этот чай. Я, кстати, пересыпала его из фикс прайса. Полностью поместился я вот в такую баночку. Баночка из фикс прайса. Смотрите. Ягодки, все дела. Все как есть. Аромат невероятный. Очень люблю чай ночами. Что я много схватила, по-моему. Прям хочется лепесточки все эти взять. Палочки здесь даже, смотрите. Целая палка какая-то. Ветка целая. Все, настоится. Сейчас попробуем. Чай наш заварился. Нальем. Пахнет очень вкусно. Даже заваренный. И заваренный тоже. Блин, это тот чай, который я люблю. Черный чай с ароматами разных ягод, фруктов. Класс. Туда еще можно лимончик бросить, мяту. По своему желанию. Ничего не спортит вкус. Рекомендую чай такой. Классный. Все, мои хорошие. На этом все покупочки закончены. Я надеюсь, мое видео было полезным и интересным. И вы для себя открыли какие-то новые интересные новинки, за которыми побежите скорее в Fixed Price. Ну, а я с вами прощаюсь. Люблю, целую. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто первый раз. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok